Около 20 тысяч рабочих мест и 30 тысяч новых гостиничных номеров. Главы девяти регионов России будут участвовать в федеральном проекте развития туристической инфраструктуры. Проекты, которые мы сегодня подписываем, помогут создать более 30 тысяч гостиничных номеров. Помимо гостиницы необходимо создавать всю поддерживающую инфраструктуру. Это и коммунальные различные, и дороги. И энергетика, и многие другие связанные отрасли. В субъектах страны должны реализовать 50 инфраструктурных проектов, чтобы турпоток вырос сразу на 9,5 миллионов человек. Изменения придут в Чувашию, Кузбасс, Курскую, Псковскую, Самарскую, Ульяновскую области, Забайкальский, Камчатский и Алтайский край. Я думаю, что примерно тысячу рабочих мест мы создадим в ближайшей перспективе, то есть на период, скажем, до 2025-2030 года будем пока исходить из этого. Но, естественно, будем помимо этого и уделять внимание в целом привлекательности Алтайского края, для того, чтобы люди, которые к нам приезжают, имели больше возможностей, разнообразия. И, кстати говоря, чтобы одной или двух поездок не хватало и все время тянуло в Алтайский край, познакомиться с ним поближе. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отрасль туризма имеет мультипликативный эффект, а значит большой потенциал для бизнеса. В рамках этого поддержку окажут частным инвесторам. Просмотрено 385 инвестиционных предложений, и из них уже выбрано почти 50. Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021-2022 год. И уже порядка 38 положительных инвестиционных заключений корпорации подготовила. К слову, все стороны соглашения еще проанализируют турмиста, разработают концепции развития, чтобы в ближайшие годы начать строительство. В Алтайском крае уже сформирован портфель из 10 инвестпроектов на сумму около 40 миллиардов рублей частных вложений. София Яценко, День с толком.